Фотовыставка о сербском православии, святой горе Афон, концертные выступления, академические и литургические встречи с гостями из Сербии состоялись в Польше. В Белостоке завершил работу Третий международный фестиваль сербской культуры «Видов дан». Подробности в следующем сюжете. Приход святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Белостокском районе Ботечки уже третий год отмечает «Видов дан». Традиционно 28 июня – память героев битвы на Окосовом поле, состоявшийся в 1389 году. Память благоверного князя Лазаря – значимый день церковного календаря именно для сербов. Почему же он стал близок для православных польского подлясья? Четыре года назад мы получили в подарок от сербского патриарха частицу мощей святого князя Лазаря, великомучника сербского и одного из самых чтимых святых на Балканах. Это великая фигура не только среди святых, но и великая историческая личность. И тогда появился повод, чтобы праздновать день 28 июня, который является его праздником и воспоминанием битвы на Окосовом поле, где святой князь Лазарь сыграл важную роль. Праздновать не только литургически, но и так, чтобы сделать нашим людям близким этого святого и весь народ сербский, его историю, культуру, духовность. О значении битвы на Окосовом поле с турками, о завете царя Лазаря, верующем подлясья в эти дни в ходе открытых встреч и в польских храмах смогли рассказать ректор призринской духовной семинарии в Нише отец Милутин Тимотеевич и епископ Моравичский Антоний, настоятель подворья сербской православной церкви в Москве. Это великий угодник Божий, проявил великую свою любовь к Богу, к роду и Отечеству. Но поверьте, как сложно было удержать истинную веру, национальную самобитность сербского народа. На Косовской битве благоверный князь Лазарь и сербский народ защищали не только православную веру и свои очаги, но и всю христианскую Европу, читает архиепископ Белостокский Иаков. Только за это европейские народы должны быть благодарны тем, кто сложил свои головы на Косовом поле. По замыслу турок, Европа должна была быть их землей. Можем только вообразить, как бы сейчас выглядели европейские страны, если бы они были заняты турками, как была ими занята территория Византии. Когда мы бываем в Турции, вряд ли мы можем там найти хотя бы одну действующую церковь, разве что руины. Вот так бы выглядела Европа, если бы не эта Косовская битва. И другие выдающиеся битвы с турками, которые имели значение для всех нас. И мы видим, что в это время сербы проливали кровь за всех нас. Владыка Иаков поделился радостью со всеми православными Польши и Сербии, собравшимися в храме Анна Богослова на Видавдан, о совместном богослужении с Владыкой Антонием. Поблагодарил и сербские хоровые коллективы Бранко и Константин из Миша, выступавшие в эти дни в городах Польши, от имени всех православных подлясья, которые относятся к сербскому народу именно как к своим братьям по вере и крови. Это неоднократно выражалось в том, что в трудной для сербов час натовских бомбардировок, разрушении сербских святынь в Косове, и сейчас, когда Сербия пережила катастрофическое наводнение, православные Польши собирали значительные пожертвования для своих братьев и сестер на Балканах. Владыка Антоний поблагодарил организаторов фестиваля Видавдан и пожелал Божьей помощи в деле строительства основного большого храма Иоанна Богослова и домового храма в честь святителя Николая Велимировича в Белостокском приходе в районе Ботечки, который уже стал центром сербско-польской дружбы. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Белосток, Польша. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова